Приветствую всех любителей турбомикро реактивной тяги. Как говорят подписчики, кофе с нитрометаном. Да будет так. Есть у меня вот такая заготовка, ребята. Это кусок металла Inconel 718. Из него планирую начать делать первую деталь для турбореактивного двигателя. Очень маленького. Будет сделана крыльчатка. Возможно даже несколько крыльчаток. Здесь вы видите, уже сектор отсутствует. А это говорит о том, что уже кое-какие попытки были. Что в итоге получилось, я вам покажу. Это была тренировка. Ну а сегодня мы уже будем делать по-взрослому. Делать на практике уже готовый образец. Маленькую турбину. На этот раз металл выбран не случайно. Этот Inconel гарантированно должен выдерживать большие обороты при большой температуре. Обороты будут более 200 тысяч оборотов в минуту. Ну а температура 750 градусов должен держать такой металл. Итак, ребята, из цельного куска металла сейчас буду делать турбину. Сразу скажу, хоть это и жаропрочная нержавейка, но обрабатывается весьма неплохо. Отчерчу лишнее, чтобы сразу отсекать можно было. Потому что так сразу отпиливать тяжело на большую глубину. О Особенно то начнете Так cue atch Вот за что я не люблю болгарку, 10 минут работы и вот сколько пыли осадилось. Итак, заготовки готовы и еще получилось немножко отходов этого ценного материала. Какая-то роскошь получилась. Ребята, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Хотя нет, подождите, продолжаем пилить этот чудесный металл. Подготовил чушки под токарку, режутся они немножко хуже, чем пилятся болгаркой, но тем не менее поддаются обработке. Для начала нужно накернить серединку, чтобы легче было центровать. Ну а теперь токарка, попробуем обточить этот многоугольник. Для начала сделаю базу, ну а потом буду обтачивать все остальное. В общем-то, как обычно, ребята, без базы никуда. Поехали. Так. Я заготовка. Поехали. Я заготовка. Я заготовка. Я заготовка. Я заготовка. Заготовка. Великолепие. В этом вице оказалось очень многоугольного. Поехали. База есть. Заготовка немножко нагрелась. Теперь переворачиваем и зажимаем вытачки. Чтобы не вырвало, отцентрую и подожму центром. Можно токарить. Наружный диаметр есть. Теперь делаем отверстие максимально точное. Вал будет 5 миллиметрового диаметра. Мне же нужно сделать отверстие немножечко поменьше. Это в идеале, чтобы можно было и подшипник 5-миллиметровый насаживать, ну а следом натягивать крыльчатку с каким-нибудь весьма таким ощутимым натягом, потому что плотно должно сидеть, ибо малейшее смещение это нарушение балансировки. Сверлить буду твердосплавным сверлышком. Сверлышко на 4,8 миллиметра под развертку. Развертка тоже имеется и тоже твердосплавная. Материал очень серьезный, его так просто не возьмешь. Хотя центровкой вроде бы тоже сверлит. Но я подстраховался, взял твердосплавное все, так оно надежнее. Теперь в дело вступает развертка. Пробую калибром. Это твердосплавное сверло. Шикарно получилось, очень плотно входит. Даже не хочет выходить. Ну а вот так садится подшипник. Гораздо легче. Так как он ставится первый, под него немножко толще вал должен быть. Гораздо. Субтитры делал DimaTorzok Дорезал до половины и остановился в разбежку не хочется делать, потому что что-то мне кажется с этой болванки я смогу три крыльчатки выжать. Поэтому вместо этого резца заточил резец поуже и буду продолжать им. Он такой же мощный, но только узенький. Мощный, потому что видите снизу как выступает тело резца, то есть это усиливает отрезной резец. Сделано просто с более крупного резца отрезного на 16, ну а тут у меня на 12 миллиметров. Снизу сфрезеровано, а тело вот это я оставил для большей жесткости. Ну и последняя стадия, беру резец еще тоньше и дорезаем заготовку под крыльчатку. Вот так потихонечку идет процесс, ребята. Этот резец из быстрореза сделан из рапитовой пилы. Очень жесткий, хотя и тонкий. Пришлось немного помучаться, зато теперь есть качественная заготовка под осевую турбину. С качественным отверстием, все диаметры, все соосное. Осталось дело за малым сделать лопасти. Ну и дорезать остальные заготовки. Итак, что же у нас получается? Во-первых, получилась вот такая болванка, ребята. Из нее по идее тоже можно сделать три штуки, три турбины. Ну и получилось три отличных заготовки. Честно говоря, планы у меня на сегодня были наполеоновские. Но я так понял, что я буду прилично времени возиться с этими турбинками, с изготовлением. Это очень важно, важно делать очень точно. Пока мне все нравится, как получается и развертка нормально сработала. Правда, я ее дорабатывал, подтачивал, потому что она большие отверстия делала. Вот, но теперь все нормально, я вам сейчас продемонстрирую. Берем сверлышко твердосплавное, смотрим на размер по микрометру. Размер здесь минус 5 микрон, 5 миллиметров минус 5 микрон. Вставляется с приличным усилием. Вообще нет ни малейшего люфта. Люфт мог бы быть, если бы внутри был какой-нибудь выступ. Ну очень мне нравится, как получилось. Это раз. Контроль качества, так сказать. Это два. Тут даже не заходит. Тут еще на 0,5 миллиметра меньше отверстия. Это неплохо, в общем-то. Ну и еще одна. Вот она. Тоже можно заметить, что она сидит хорошо. Но это самое прослабленное получилось. Тем не менее, минус 0,5 миллиметра у нас сверло. Если бы четкий размер был, оно бы очень плотно насаживалось. Потому что вот эта развертка, у нее квастовик плюс 0,5 миллиметра. Она уже не вставляется. Вот видите, насколько большая разница. 0,5 миллиметра в плюс и уже все. Даже не вставляется и никак. Вот такие дела, ребята. Вот видно, что плюс 0,5 миллиметра. С между двумя этими калибрами они получаются твердосплавные, мега шлифованные, гладкая поверхность и удобно пользоваться. Ну а эта болванка получилась на 5 микрон большего диаметра внутреннего. Здесь уже легче все это дело вставляется значительно. Ну вот так сверло не выпадает, но болванка не держится. Вот эта вот пожестче сидит. В принципе, ее туда вставить невозможно. И я думаю, что эта штука тоже пойдет на турбины. В общем, получается такой прикол, ребята. Чтобы делать качественно, да еще я сразу, видите, несколько штук делаю. Чтобы не дай бог не ошибиться в чем-то. То есть буду делать разные турбины. Сами лопасти делать будем уже в следующем видео. Не ожидал я, что это так затянется. Надеюсь, ребята, в следующей серии я уже сделаю все три турбины. Посмотрим, что будет получаться. У меня есть план в голове, как это делать. И хочется сделать очень качественно, чтобы турбина была как настоящая. Настоящая выглядит вот так. В идеале и эта должна будет стать такой же. Так что кому интересно посмотреть, что это за микро реактивный двигатель будет, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!